во имя отца и сына и святого духа Евангелие от Матфея, 24 глава, где вчера считали указал какой стих, зимой и летом, чтобы не случилось бегство зимой 20 стих, молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу мы сегодня продолжим, вчерашняя пропасть была я объяснял, согласно Слову Божию, не я объяснял, а Господь объяснил что означает зима, бесплодие и не дай Бог оказаться, что когда мы будем умирать зимой зимой в духовном плане, конечно ничего нету, ищи, предстал а я верил когда-то, верил, а с чем пришел я сегодня сделаю вам интересное объявление такое попрошу слово, в самом начале собрания будет себя настройте на это, внимательно выслушать короткое будет, но касается всех чтобы эта зима, которая внутри человека она нас сильно коснулась в православии я очень много общался с людьми даже трудно сказать, у кого столько было общения буквально по всему миру и здесь я, ну и меньше 10, 12, 14 часов нахожусь в интернете, все время беседы, вопросы зима когда готовилась реформа в русско-православной церкви ну есть такой даже фильм «Раскол» Николая Достоля Никон и Аввакум один услышал, что надо делать у нас неправильно «Аллилуйя, аллилуйя» надо трижды говорить а говорили всегда, как у старообрядцев сегодня «Аллилуйя, аллилуйя» а на самом деле, это ведь слава тебе Боже, добавляем это и есть «Аллилуйя» в переводе на русский язык получается теперь 4 раза а что с четверицы такого нету то есть, и в этот момент коснулся неправильно молились бы персты я показываю, как вот два перста указательный, средний, нагнутый это означает земля, это небо Христос сошел с неба видите, как в пальцах и в Библии не было на пальцах, как глухонемые разговаривали и совершают крестное знамение почему? Бога человечества сделали на Троицу то и другое, я легко доказываю содержит элемент ереси это мы православные а как тогда правильно? первые христиане молились Златоуст говорит одним перстом не говорит, какой рукой никакой, ну далеко понять какой рукой, ну не левой и указательно так главный палец, который мы везде начинается с своего места и везде все пальцем делаем значит, по всей вероятности не бизинцам крестились а именно главный, который везде и всюду убирает, чертит и отмеху делает где-то страдает не божество а человечество и божество бесстрастное говорит Иоанн Златоуст а как тогда? ну я повторяю первые христиане говорили крестность рыгна выходя на арену они показывали один перст Христос царствует написано псалмопевцы говорят Господь царствует а они первые повернули к тому чтобы конкретно конкретизировать Господь, Господь это все так ну а знаете ли Иисуса Крестус рыгна Христос царствует в этом заключала вся проповедь тех, которых выводили бросали, жгли львам и прочее люди боялись Бога по научению не по слову Божию ну а как правильно католики молятся пять вот так пятерня сверху значит ты, Господь Иисус Христос претерпевших страдания тебе нанесенными пятью ранами по человечеству ты сошел с небес с этой стороны нас стоящих на левой погибельной стороне благодаря пяти ранами пролитой крови переведи направо все объяснимо у нас это не объясняется и не объясняется почему я все думаю по небрежению зима сегодня сколько людей соблазнено жизнью священства от низшего до высшего везде показывают ну не знают храмы строят а храмы везде такие пересчитать можно а почему? потому что люди ничего не знают недавно этой темы коснулся один известный проповедник могу назвать его он не коммунист отец Андрей Ткачев он говорит никаких литургий ведь не было правильно не было как Христос Христос стояли около него люди сидели и он им рассказывал открывал Царство Небесное а дальше ну после этого то что было трапеза вот здесь так и было первые христиане епископ приезжал садился или как он там был беседовали а после этого совершалось литургию брак совершить на это требовалось ну не больше пяти минут руки взяли Евангелие вот благословляет прочитал местописание и все я ничего не меняю просто говорю чтобы нам быть осторожным и не осуждать других которые делают не так как мы мне Бог дал разумение такое видеть везде пользу для себя меня научил этому Антоний Великий Макарий Серафим Саровский со светка на светок прилетает летом пчела и она собирает вот говорят свечи восковые а вы знаете что такое воск по нашему выразить это пот пот пчелы они маленькие летать не могут им дается задание в мозг делать там все как надо они друг за друга цепляются с цепочкой трепещутся и видимо тяжело так можем догадываться и вот этот воск соскребает пожалуйста свечка они не могут бороться за тебя за себя когда нападает на них бложка которая много меньше пчелы воротез называется и как от них избавиться а их никак они прилипляются к телу каждую пчелу ты убирать не будешь вот я к тому говорю летом это все сейчас будем говорить про пчелу как бог положил в эту маленькую мошку сразу же у них разведчики как только заразились разведчики во все стороны найти надо скорее дупло чтобы зима не захватила нас скорее надо медом заготовить туда и они оттуда возвращаются эти еще не знают дают сигнал и все поднимаются полностью загружаются медом каждый старается и у них поднимается температура где-то на 1-2 градуса а этот воротез клещ не может выдержать и дорога они все отпадают и они прилетают на новое место чистое от общеловода все это сегодня пишут это удивительно удивительно умирает один известный человек братья к нему приступают говорят что-то расскажи еще что самое главное в твоей жизни было да все главное но я каждый день считал последним и считал его первым и последним днем я всему удивлялся глядя на пчелу на муравья на облака на деревья сколько премудрости господи слава тебе в какой мир ты дал какой еще рай когда мы так живем здесь а то мы этот рай в ад превращаем недоверием ревностью склоком и пьянством а на самом-то деле сколько везде красоты ты посмотри ну тебе не надо далеко смотреть просто посмотри в зеркало как пальцы у тебя шевелятся не надо ничего выключать только подумал они уже работают а которые быстро играют на рояле и каждую кнопку куда надо надавить мы говорим о том что Бог дал и как заморозили этот дух я разговариваю с очень знаменитым человеком в литературном институте вы знаете есть такие люди которые другим преподают и бывают они там еще и участвуют в составлении фильмов и все они держатся за свои должности двумя руками в советское время меня интересует тема масонства самая скрытая тема я прямо в институте спрашиваю в литературный институт скажите вы могли бы что-то добавить к этой теме что я скажу он у меня микрофон берет в руку и начинает говорить но микрофон не прятаться а взять и говорить зная что это пойдет на весь мир розов могу назвать я нигде больше не встречал почему в душе его все время тепло я спрашиваю студентов что было интересным у тебя вчера что не у меня ничего а во сколько встал ну в 7 ну и как порядок сходил куда вернулся и завтра тоже и завтра и ничего не было не было а ему где-то было уже 58 лет я сейчас где-то полгода в Японии преподавал полгода в Китае его вызвали я каждый день нахожу интересное я не просто так беру к таким людям обращаются святые отцы я с таким встретился дня не было у меня чтобы я новое не встречал где-то и он объясняет которые грехи люди делают объясняют просто животное поверьте в то время когда я брал еще так Китай не был развит это страна будущего я просыпаюсь где-то там не в 7 а в 6 уже везде топоры молотки стучат как они могли это сделать это нам нужно научиться в других видеть доброе и не судить а подражать доброе взять мы сейчас из священного писания увидим что такое лето жизни нашей иногда говорят лето всем понятно но иногда еще добавляет слово такое одно к нему чтобы ты задумался что это за лето такое осень уже все идет к закату и вдруг наступает бабье лето не девище девище память это забывать все а это лето бабье слышали разговор такой а почему деревья уходят то есть у нее какой-то маленький шанс что-то поправить в жизни а уже ничего нету уже себе волосинки вначале одер голове и так теперь хоть все снимай вот так я говорю к тому чтобы мы научились ценить благоприятное время лета заранее готовиться летом готовят сани а зимой готовят телегу и так считаем псалом 64 12 напряжемся впереди нас лето ждет венчаешь лето благости твоей и стези твои источают тук посчитал псалом 64 12 венчаешь лето благости твоей а вот оно лето это время которое нам Господь отпустил и следы наши источать тук тук это жир это означает полнота не тощие где-то слово тук по-другому никак нельзя переводить это означает наполненность полезность витаминность но все что в нашей жизни может быть доброе это тук который приносился в жертву и дальше псалом Давида 73 17 ты установил все пределы земли лето и зиму ты учредил никто не может переменить когда начинаешь задумываться как земля обычно если предмет какой-то далеко магнит возьми ну вот поближе маленько и волка саду прыгнула прилипла и все мы когда что-то потеряем я сетку кладу за большой такой магнит и за собой тащу все все соберет где-то так вот почему луна не падает на землю-то если она на растяжках сколько к солнцу сколько к Юпитеру тяготение такое есть мы находим приблизность хотя бы на один метр нет и почему она поворачивается так и по ней стверяют сечецы мира кто это установил вот видите она да да сербик аксе это означает старое вот так я сказать смотри вот так вот а если вот себя поставил родилась только откуда она повернута этим сербик который у нее есть это бог установил иногда по ней начинает сесть смотри полнолуние лет что в огороде росло говорят что связано с волшебством не знаю никакого волшебства нет а когда говорит лунатик тут есть я зато он говорит я попутно все это говорю для того чтобы покулили творение Божие как бы не луна сын бы не бесновался нет это дьявол подделывает болезнь под луну а луна она какая была такая и есть и лето господнее его никто не может изменить передвинуть ни на один шаг когда заметили календарь отстает надо уже сеять там что там капусту что житие святой Ирина на Ирину это все было и вдруг не сходится и оказалось ошибка накопилась уже в 13 дней юлиановский календарь и тогда его переводят на по полностью со звездами совсем посоветовались Григорианский Григорий это разочетвертый папа римский вот Григорианский это новый стиль и спрашивает а какой правиль ну конечно Григорианский это папа а там Юлиан отступ это Юлий цезарь это его ильянский календарь где-то а почему упрямство по-новому служат православных если существует 16 автокефарных церквей а сегодня больше то только три русские русские грузины и евреев там связаны все по-старому и вот два дня назад там был новый старый год это здорово это здорово а чем здорово мне на работе не наработал немец и он говорит я все время то новое то старое то по-нашему и всегда прязник отмещают надо сесть за стол и что-то налить это очень даже удобно когда теща у тебя одной национальности а жена другой там и и вот мы считаем притча Соломона 6-5 я сегодня утром стал только думать Соломон родился в царской семье где он ходил по полям где он что изучал ну не мог он ходить и видеть столько сколько видел я рожденный на поле сын пастуха я каждую травинку узнал каждую птичку и где она во сколько садится парить ведь как вылетать вот я любил с детства это затаюсь старого слежу где помещу гнездышко и теперь замещаю как они вылупляются все хожу всех проведаю и таких может полсотни гнезд у меня ну откуда Соломон мог это знать когда он в царском дворце сидел а я нашел выход вывод один только от Бога посему в духе святом прочитаем 6-5 видимо надо будет прочитать с 6 по 8 спасайся как серна из руки и как птица из руки птицы лова пойди к муравью ленивец посмотри на действия его и будь мудрен нет у него ни начальника ни приставника ни повелителя но он заготовляет летом хлеб свой и собирает во время сжатую пищу свою или пойди к пчеле и познай как она трудолюбива какую почтенную работу она производит ее труды употребляют во здравии цари и простолюдины любима же она всем ей славна хотя силу она слаба но мудростью почтена мудрость не просто инстинкт какой-то мудрость ну не было раньше от них чтобы кто-то смотрел какая погода определял там по запущенным шарам какая там атмосфера ничего подобного рядом у меня недалеко метров 100 лесок и там несколько муравейников я подхожу отверстие все запечатаны дождь скорее убирайте все точно он чувствует намного раньше а вы погоду узнаете иногда а как давление которое здесь оно прижимает мушку давлением где-то далеко еще дождь к нам придет может быть через 10 часов и он давит на мушку я мушку тоже не вижу но ласточку вижу которая мушкой питается если она летает низко дождь если давление уменьшилось мушка поднимается кверху ласточки летают вверху я говорю сегодня солнечная погода ну не показывай дождь будут синоптики наши синоптики смотри сколько их больше сотни сразу и все поднялись в воздух и что это мы все научаемся летом зимой этому не научимся нас ни белый заяц ни залегший в берлогу медведь не научат этому спать всю зиму мы не можем жизнь все-таки на лето настроена и притча Соломонов 20 глава 4 стих ленивец зимою не пашет поищет летом и нет ничего и нет ничего то есть летом мы должны подготовить пока еще руки движутся ноги ходят не станите на болезни научите прятать болезни если даже где-то что-то болит явно не моготу переломили там надо пойти к врачу наложить гипс ну где-то немножко что-то ну все время стонут я с одним лежал в больнице ну непрерывно спать даже не дается еще ты стонешь а у меня отец стонал весь ответ ответ такой же был а ты виду даже не дай а такие люди есть да хор поет я в одном храме лежу одна женщина вышла а потом короткое время разошла а батюшка говорит вы видели такая женщина вышла приятная из себя и все у нее рак в последней степени грудь там все течет она выходит перематывается и дальше и пойдет и ни один человек не дает я узнал на исповеди сказал ну тайных никакой нет вот как я получил такой пример другой еще он всех врачей замочит ну уже в 9-й 10-й идет ну успокойтесь уже ходить не может ну ясное дело что мы мешаемся на этой земле все к врачам лепится уже все звонит а мне что-то неладно у меня аппетита нет или что-то еще там все это придумывает научитесь считать тело другом нашим хотя оно и рабыня перед душой не служите ему все время непрерывно так 26-1 как снег летом и дождь во время жатвы так честь неприлично глупому честь глупому неприлично лето как впереди сказано как снег летом и дождь во время жатвы так честь неприлично нам то не надо и это мешать будет я сейчас того сегодня думал вот раз мороз как говорят тяпнул в огороде помидоры все померзло но если знали маленько прикрыли дальше почти целый месяц жарит солнце ну вот этот который пришел так хлопнул у нас это каждый год и мы не знаем в какое время убрать зелень лежит он дозреет но это все будет не такое уже где-то почему по сей день не знаю или то чтобы мы бодрствовали ну Господь знает что мы верующие все равно то же самое поморозит у других как-то успевают а мы все как-то опаздываем да посадили и забыли что у нас перец вырез но еще вспомнили когда все морозы прошли так тридцатая глава двадцать пятый стих премудрого Соломона муравьи народ не сильный но летом заготовляют пищу свою снова повторил то же самое летом а что за а львая букашка ну сел большой паут а паут он раз может в пятьдесят больше его и хлопнул я его сбросил на муравейник они разбежались один обнюхал видит мертвый видимо сигнал дал они налетели кучей подняли его и потащили и там одна норка такая которая крупная если нет они его разделают по частям и все на зиму в холодильник и у них там глубоко до самой воды доходят сколько же там мудрости а которая большие бывает где-то от них никто не спасется и они показаны где-то там в Амазонке с целой толпой все пока вокруг все не выйдет дальше уже разведчики сказали куда как у пщелы я сказал но пщелы мама держала и на колхозной пасеке работала мы это дело видели это мудрость и вот эти шестигранные которые она делает ящейки как она их заливает туда мед а куда мед чтобы собрать мед вы знаете сколько тысяч цветков надо пройти это речь идет к миллиону буквально а мы не замечаем ну потому что их много они летают и вот когда они приносят мед а что такое мед по нашему сказать чтобы не в обиду было блевотина она смешивается со своим отрыгает а зимой или если весной они детку нам намечут это яйца отложит матка то им нужен мед свежий а его еще нету нигде они что делают а им нужна еще и хлебина они приносят который нектар там что есть и помогают пчелке соскабливать с ног а чтобы он не просыпался не пропал сверху медком заливают а потом воском запечатывают а чтобы плотно было она лапками степляется а галата у нее тверда ногой толщет там ее и это целые рамки нам дают которые там труд громаднейший а человек и воюющий и подсказывает и вот что угодно и получилась человека превращается в кукушку почему за каждого маленького муравья все борются попробуют роник у них специальная такая кислота и они все начинают ну возьмешь послюняешь положишь травинку и оттуда берешь и для человека не вредно но сколько там у них да мы не знаем я знаю кислые да больше ничего нет а пчела как а она умеет жалиться поэтому ее боятся ее не она боится только шерший если они разведали мед в течение трех часов ну сколько допустим 70 тысяч пчел всех уничтожат оторвут голову это все сфотографировано показано а что нужно сделать смотреть вовремя закрыть а с этими расправиться мы должны очень осторожно вмешиваться летом в то что вокруг нас ну жизнь прожила еще не знаешь но это сколько это целая науки но главная наука в лепоту обречеси красоту человеческого тела дальше считаем 30-25 просчитали 30-е Соломона 25-е просчитали так теперь пророка Исаия 61 я подумал просчитаем всю главу пророк Исаия называет ветхозаветний евангелист Дух Господа Бога на мне ибо Господь помазал меня благовестовать нищим послал меня исцелять сокрушенных сердцем проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего утешить всех сетующих возвестить сетующим на сегодня что им вместо пепла отдастся украшения вместо плача или радости вместо унылого духа славная одежда и назовут их сильными правдою насаждением Господа во славу его и застроят пустыни вековые восстановят древние развалины и возобновят города разоренные остававшиеся в запустении из давних родов и придут иноземцы и будут пасти стада ваши и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями а вы будете называться священниками Господа служителями Бога нашего будут именовать вас будете пользоваться достоянием народов и славиться славой за за посрамление вам будет вдвое за поношение они будут радоваться своей доле потому что в земле своей вдвое получат веселье вечное будет у них ибо я Господь люблю правосудие ненавижу грабительство с насилием и воздам награду им поистине и завет вечный поставлю с ними и будет известно между народами и семья их и потомство их среди племен все видящие их познают что они семья благословенные Господом радостью буду радоваться Господе веселиться душа моя о Боге моем ибо он облег меня в ризы спасения одеждою правды одел меня как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством ибо как земля производит растения свои и как сад произращает посеянное в нем так Господь Бог и Бог проявит правду и славу пред всеми народами это речь идет об еврейском народе ну если национальности языков 2896 то сегодня с маленькими племенами около 7000 уже найдено и все вместе одной строчки не получают отсюда и цари мира принесут золото и все о беврейском народе говорится а дальше не те которые по плоти а по духу мы дети Авраама то есть это касается и нас нам разъяснил это апостол Павел вот слышали что здесь есть ну еще раз прочитай 61 строку и скажи вот из обещанного я получил что-то или нет если не получил как же так отец сказал запечатлели пророки сохранили целые века и мы не знаем что чем мы обладаем теперь-то уже говорить надо только о нас как же так повторяю что мы дети Авраама в духовном плане это только им сказано еще 61 цифр запомните надо словом Божьим заниматься у нас самая главная вина в православии беда что не знают слово Божие я попрошу дать мне слово сегодня когда зайдем туда сразу немножко я этим тоскую буквально духовно страдаю мы так виноваты все думают кто-то виноват мы виноваты и это я хочу показать потому что у меня как-то обостренно такое чувство как будто я все время прощаюсь каждый день со всем что вижу и хочу сказать что слепые все буквально я если это знал я ничего не мог сделать эта система самая церковная или государственная она ваково нас зажала и пойти как говорят ва-банк несмотря ни на что в этом тоже не вижу проку сказал и никак я все-таки сколько лет говорю распространяю эту мысль и прошу все время поддержать молитву чтобы она дошла для того чтобы молитва дошла это нужно 7 моментов отдельный разговор Еремия 8.20 вот это наизусть выучит себя в памяти 8.20 прошла жатва кончилось лето а мы не спасены не знаю как это можно я много посещал баптистов придем собрание сидим а потом вести сколько людей пришло у нас сегодня здесь которые пришли из разных сект и у них поется есть место есть Господь тебя зовет а бывает так когда у них собрание идет богослужение прославление Бога называют то можно посылать записки ну тут хор не очень а в Новосибирске был хороший хор я это посылал я никогда не мог ни разу прослушать чтобы не не заплакать я буквально все это впитываю себя Господь зовет тебя показывает все можно просчитать оно здесь у вас лежит в песнопениях а хор поет есть место есть о поспеши войти как грянет хор есть место есть и опять он все показывает тебе умр за тебя он долготерпит есть место есть о поспеши войти настанет день закроются врата ужасные вопли услышишь ты тогда и тогда в себе нет места нет затворены врата а когда затворены врата златоуз говорит через дверь они придут девы эти будут стучать и не отворят не через ангела сам отвечает и даже лица не показывает а они были девы не скверлились с миром не блудился а пустота была в сосудах а что такое добрые дела соделанные в духе святом и с любовью повторите про себя не просто добрые дела на тебя подавись отцать только с любовью и в духе святом и вот это когда доходит до этого ахор молодые зычные такие на полный голос поют как грянет нет места нет затворены врата лето кончилось настала жатва ну понятно жатва зима нет мы не спасены пророк Иеремия говорит это говорит он об этом прочитали 8-20 это невозможно сказать не на наших ли улицах ты был Господи проповедовал а он скажет никогда не знал вас да мы бесов изгоняли а почему бесовские дела делали лето кто библию пошел как раз и нужно от полиции она подумала что нападаем и книги я подарил человеку который там их пристроит где мы были Матфея 24-32 я поясняю что про лето поэтому мне трудно вместить все сюда ведь я хватаю налево направо и хочу сказать чтобы вы не забывали где вы родились кто ваша мать православная церковь берегите ее ни шагу назад на земле сегодня вот приезжал ко мне американец здесь Олкер этот как его там зовут по нашему Юст вот он говорит у них 21 тысяча в то время секта разная 21 тысяча и у каждой из Библии друг друга не приезжает икон ни у кого нету ничего нету но каждый себя провозглашает вот у нас было дети были у меня в лагеричи лабрак особлазнила одна без мужа и теперь сама дает хлеб причащает икону показывает как она выносит ломает сжигает это все описание а мы ей помогали здесь по милости но это никуда не пропадет знаете о ком я говорю мы молились берегите мать знайте голос матери мать наша церковь святая православная Матфея 24 32 от смоковницы возьмите подобие когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья то знаете что близко лето это говорится об Израиле 2 тысячи лет не было государства и в 48 году заново образовалось государство с той же книгой говорит чудо нет самое великое чудо это Израиль на земле и не просто так на каком разговаривании идешь где-то а еврит это письмо язык то другой с разных народностей они вернули язык даже в одной семье нельзя привыкли мы щелкать я не могу отстать это еще где ну попробуй которые ивановские я то тоже из такой ну и все мы не можем ничего их бог позволил и старый и малый и в 1948 году уже после войны половина еврейского народа как говорят в этом геноциде погибла и снова все восстановили и цари мира принесут туда все сокровища мы считали 61 главу чудо самое великое это то что они сохранили себя и об израильском народе молитесь каждый день чтобы они приняли Христа не ссылались ни на кого а они ждут свое мессию по еврейским ишиаха и он уже рядом его проносит старем он сядет как бог выдавая себя за бога даже некоторые указывают на то если считал что окажется не обрезанный и будут люди обращения у нас еврейка была мессианские евреи он объявит им объявит им войну я сравнил с чем можно сравнить а тот отец все вложил чтобы сын вырос вырос в своей вере все надо он вышел когда уже возраст пошел я сам перестал признавать а потом приходит в дни один отца связать сын мой он не может выговорить связать там идоны есть он и не знал что я идонам кланяюсь в жертву принести я вот такую себе картину рисую вот то что было все сделал Господь все и примут антихриста и поэтому все религии на земле будут уничтожены приготовься к этому мы стоим буквально при дверях это должно быть писание об этом говорит и сядь в храме Божьем выдавая себя за Бога второе писал Никиисом 2-24 стих Господь говорит я пришел во имя Отца моего вы не приняли иной придет во имя свое его примите это им он говорит об израильском народе молитва должна быть всегда где бы мы ни молились мы просим ему мира и обращения Лука 29-31 а Матфея прочитали 24-32 вот так Евангелие от Луки 29-31 у Луки нет 29-й главы прочитали у Луки нет 29-й главы нет это 21-й стих с 21-й по 31-й глава 21-я а стих 29-й 31 со слепу прости пожалуйста и сказал им притчу посмотрите на смоковницу и на все деревья когда они уже распускаются то видя это знаете сами что уже близко лето так и когда вы увидите то сбывающимся знайте что близко Царствие Божие вот теперь мы видим близко близко его приход я расскажу маленький рассказ вам чтобы голос матери знали как одна мать воспитывает свою Настеньку никого нет ей 3 года но вышла поиграть и назад не вернулась ну это старое время было еще и как не искали нигде не нашли проходит еще где-то года 3 соседка влетает я на базаре видел золотую Настю проходит табор цыганский ее своровали ну остановили табор и судья вынес решение дочь отнять на 1 месяц и если за месяц она не признает мать чем доказать отдать обратно ну вот матери для себя подумайте что бы вы делали она игрушек накупила она не знает чем кормить она там меланхоличные перебирает опять зайдет тетя а когда мы к маме моей пойдем а мама это грязная цыганка вот матери придумьте к себе и последний день наступил она играет знает что последний день это бог положил москве она запела колыбельную которую ей пела она с криком дочка прибежала бросилась на шею мама и вопрос решился это наша сестра она дала давала корреспонденту интервью и там это было по нашему краю это означает мы забыли голос Отца Небесного мы потерянные мы забыли голос Матери в своей церкви к любой секте лепится вспомните что нам Златоуст говорит нет вопроса на который не был бы отвечен Библия кто назначил эти книги православные кто перевел православные где мы находимся в православии и так возлюбим Отца Небесного пока лето не кончилось что мы были спасены Богу нашему славу ловите Аминь 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 Аминь